Северо-казахстан Северо-казахстанского государственного университета имени монашек Озебаева снова отправились в экспедицию. Уже 15 лет они исследуют городище недалеко от села Далматова в Козложарском районе. Относится она к V веку до н.э. Ранее на этом месте находился один из самых крупных древних городов сахских племен. Относится он к V веку до н.э. Первые археологические разведки здесь начали проводить еще в 1968 году. Тогда петропавловские археологи и подумать не могли о том, какую ценность представляет собой это место. Полноценные исследования начали проводить в 2004 году. Историк Анатолий Плешаков вместе со своими студентами уже в 15-й раз выезжает сюда с экспедиции. Вот это городище раннего железного века – это самый северный форпост сакского мира. И вот это интереснейшее городище, оно – ров, вал, укрепленные, причем укрепленные с точки зрения фортификации. Ну, просто гениально. Если нападающие со стороны леса, то с кем они могли враждовать? Они могли враждовать с иноплеменными народами. Это лесные жители. У них другая культура, у них, так сказать, другие и хозяйственные все процессы происходили. И вот эти ребята, они оборонялись от них, вероятнее всего. И вот это был самый северный форпост. Таких городищ, в общем-то, мы знаем, буквально по пальцам можно пересчитать. Это под городом раскапывалось. Когда-то это такое же городище в районе Солнечного, поселка Солнечного. Есть подобное городище на Карлуге. Рядом с Карлугой. И вот это, это самое северное. Если говорить о центральном Казахстане, допустим, о северных регионах Казахстана, другие области, не северных, там такие городища неизвестны. Вот их буквально, я говорю, несколько штук. Ак-Ирей, так назвали это место. В ходе раскопок была детально обследована площадка памятника, расположенная на высоком правом коренном берегу реки Ишим. Городище расположено на высоком треугольном мысе, неприступным с двух сторон и отделенным оборонительными сооружениями. Площадь древнего городища составляла около 25 тысяч квадратных метров. Археологи дали название Ак-Ирей, что означает «белый рай». Исследователи предполагают, что городище построено для культово-хозяйственных и оборонительных целей. Крепостные сооружения, по версии археологов, принадлежали степным сакам, которые поклонялись огню. Городище находилось на высоте, и с двух сторон было защищено обрывами, а с другой располагались укрепления, поэтому местные жители могли чувствовать себя в полной безопасности. Таких уникальных мест можно пересчитать по пальцам, говорят археологи. За 15 лет раскопок удалось найти не так уж много артефактов. Редактор субтитров А.Семкин Мы раскапываем уже здесь на протяжении 15 лет, но у нас главная задача не столько раскопать там, мы уже поняли, что это было, как это было, зачем. Мы пытаемся производить реконструкции, причем реконструкции мы делаем не только этого времени, начиная с каменного века, то есть орудия труда каменного века, жилища там, сейчас мы следим, как они разрушаются, то есть процесс строительства мы сделали, жилищ каменного века и бронзового века, а теперь смотрим процессы разрушения. Это тоже, так сказать, нам подсказывают потом при раскопках разных эпох. И мы здесь хотим, в общем, у нас такая идея, создать музей под открытым небом, причем музей разных эпох, чтобы это была такая площадка для школьников, для студентов, чтобы могли всю древнюю историю проследить на одном месте. Вот, хотя здесь только ранний железный век, а мы, значит, реконструируем и одежды, начиная с каменной, бронзовой, железный век. У нас уже большие серии одежды есть сделаны, и сейчас здесь интересный костюм, я бы сказал, женский костюм сделали очень интересный, вот, раннего железного века он такой. Вот, и, ну, здесь раскоп жилой площадки. В этом году в экспедицию участвует около 25 человек. Всего ребята вместе с преподавателями здесь пробыли 10 дней. Среди них студенты-историки, которые занимаются раскопками и поисками артефактов и астрономов, которые наблюдают за звездным небом. Нурбек Бадинов – первокурсник кафедры истории. Это его первая экспедиция в Ак-И-Ри. Вначале было непривычно, потом привыкли, и стало очень интересно. Разжигали костеры, и условия были хорошие. Мы с группой приехали, тут уже 10 дней. Каждый день для нас было это очень запоминающе. В будущем на месте памятника истории может появиться музей под открытым небом, который сможет посетить каждый желающий. Здесь будут рассказывать о жизни племен раннего Железного века. КОНЕЦ СИТ-АНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин